Привет! В этом упражнении мы вернёмся к одной категории глаголов и разберём её более подробно. Это смешанные глаголы, mixed verbs. Глаголы, входящие в эту группу, имеют более одного значения. В каком-то смысле каждое значение таких глаголов является своего рода уникальным глаголом. Некоторые значения таких глаголов могут относиться к группе нормальных глаголов, а другие — к группе недлительных глаголов. Сейчас мы рассмотрим некоторые смешанные глаголы с примерами их нормальных и недлительных значений. To appear. В нормальном значении. Моя любимая группа выступает сегодня в нашем городе. My favorite band appears in our town today. В недлительном значении. Ты выглядишь растерянным. You appear confused. To have. Мне так весело сейчас. I'm having so much fun now. У меня есть кошка. I have a cat. To hear. Ей слышатся голоса. She's hearing voices. Я слышу телефонный звонок. I hear the phone call. To look. Он смотрит на новое расписание. He is looking at the new schedule. Они выглядят сонными. They look sleepy. To miss. Я пропускаю твой выпускной. То есть не смогу по каким-то обстоятельствам на нем присутствовать. I'm missing your graduation party. Я так скучал по тебе. I missed you so much. What are you doing here? I wanted to be with you. I missed you so much. To see. У него несколько значений нормального глагола. Я у моего адвоката. I'm seeing my lawyer. Также это, например, можно использовать со словами doctor – врач или dentist – стоматолог. Я встречаюсь с ней. То есть у меня с ней отношения. I'm seeing her. Ему мерещится привидение. He's seeing ghosts. Теперь недлительное значение. Оно одно и очень простое. Я вижу вас. I see you. To smell. Я нюхаю цветы. I'm smelling the flowers. Пирог вкусно пахнет. The pie smells good. To taste. Я пробую пирог на вкус. I'm tasting the pie. Пирог вкусный. The pie tastes good. To think. Он думает о своей речи. Размышляет о ней. He's thinking about his speech. Он думает, считает, что это задание простое. He thinks that this task is easy. To weigh. Я взвешиваю фрукты. I'm weighing the fruits. Фрукты много весят. The fruits weigh a lot. Обратите особое внимание на значения следующих глаголов. To be и to feel. Потому что они встречаются в английской речи очень часто. Итак, to be. Сначала его нормальные значения, когда он может быть длительным. Он используется в длительном времени весьма редко. Обычно длительное время глагола to be используется, когда чье-то поведение заметно отличается от обычного. Либо когда кто-то ведет себя не как подобает. Он ведет себя как типичный американец. He is being very American. Он очень груб. То есть в настоящий момент он груб. He is being very rude. Он очень строг. Строг сейчас, хотя обычно так себе не ведет. He is being very strict. Теперь недлительное значение to be. Оно встречается сплошь и рядом. Например, он американец. He is American. Она учитель. She is a teacher. Они музыканты. They are musicians. И, наконец, глагол to feel. Вот его нормальное значение. Вода очень теплая. The water feels warm. То есть она дает чувство теплоты. И теперь feel в своем стандартном недлительном значении. Я чувствую себя лучше. I feel better. Но feel является своего рода исключением из правил. Потому что в разговорной речи можно сказать и I'm feeling better. Этим длительным вариантом мы можем подчеркнуть процесс или состояние на данный момент. Вам будут даны предложения на русском, а вы будете переводить их на английский и собирать из отдельных фраз. Также будьте внимательны при выборе нормального и недлительного значения смешанных глаголов. Например, мы отлично проводим время. Мы are having a good time.